Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Бугаева Надежда Николаевна. Я приветствую вас на своем образовательном канале, посвященном литературе и литературоведению «Литерморт». Сегодня я хотела бы сказать пару слов о романе в стихах Пушкина Евгения Онегин. Это крайне популярная в интернете тема. Множество статей посвящены возрасту персонажей, их взаимоотношениям, психологии Евгения и Татьяны, всевозможным способом разрешения любовного конфликта в открытом финале, который, как мы знаем, специально был сделан Пушкиным открытым, чтобы дать как можно больше пищи для размышлений. В интернете я нередко читаю статьи, которые написаны как литературоведами, филологами, так и людьми, которые далеки от научного исследования литературы. И в принципе это нормально. Дело в том, что когда произведение, особенно такое, как произведение Пушкина, создано и его великолепие, очарование образов, крайняя занимательность очевидны каждому, произведение уходит в народ. Все от молода велика чувствуют свою сопричастность и желают обсуждать, быть частью этого произведения. Как бы в литературную гостиную Татьяны и Онегина может войти каждый. Дресс-кода просто не существует. Не существует такого лица, с которым человека не пустят к ним. Это прекрасно. Это и есть та истинная народность, к которой стремился Пушкин. Мы знаем, что в последние годы жизни Пушкин уже не слишком-то стремился к народности. Он разочаровался в этой прилюдности и стремился к более узкому камерному кругу. Людей, которые, да, будут не так широки эти массы людские, но которые поймут его тоньше. Но это вопрос десятый. Онегина он написал еще как раз-таки в те годы, когда к народности, к прилюдности стремился. Так вот, важный вопрос. Сколько лет персонажем? Насколько юна Таня? Насколько зрел, суров, категоричен и так далее Онегин? Что мне нравится и что мне нравится? Мне не нравится, когда во обсуждение этого вопроса люди начинают как бы изобретать велосипед. Естественно, мы ко всему подходим со свежим сердцем, со свежим взглядом. Многое мы видим, как будто бы как Адам и Ева впервые открываем для себя во всей наготе, новизне, свежести произведения Пушкина. Тем не менее, не стоит отрицать тот факт, что оно уже прекрасно изучено людьми тонкими, знающими, мыслящими, прекрасно понимающими Пушкина. Стало быть, сильно изобретать велосипед не нужно. Его можно усовершенствовать, можно подкрутить под себя немного руль, чтобы было удобно, или сиденье, но полностью изобретать его нет необходимости. А нам известно сегодняшний день, потому что пушкинистика – это уже полноценный, уже не одно столетие, полноценный раздел науки о литературе, литературоведения. И мы знаем, что возраст персонажей романа в стихах примерно следующий. Какой же это? Онегин немного старше самого Пушкина. Мы знаем, что Пушкин вдохновлялся своими современниками, Грибоедовым, в частности, который был примерно на 5 лет старше Пушкина, многими декабристами, большинство которых были также на несколько лет старше Пушкина. Хотя, например, тот же Делев и Кюхельбекер были близки ему по возрасту, а сам Пушкин – 1799 года рождения. Тот же Грибоедов был 1795 года рождения. Каверин, Катенин были также на несколько лет старше. Так вот, и возраст Онегина приближается примерно к 1795 году. В какие годы разворачиваются события 3-4 глав, когда Онегин уже живет в деревне, когда он знакомится с Ленским и знакомится с Татьяной? Онегин приезжает в деревню примерно в середине 1820 года. Мы знаем, что эти годы – это годы подготовки к декабристскому восстанию. Так что, также, сразу забегая вперед, скажу, есть возможность, что когда настанет 1825 год, может быть, Онегин будет среди тех, кто выйдут на площадь и выскажут все, что они думают монарху. Так вот, стало быть, Онегину 25 лет. Дальше мы знаем, что когда события неизбежно катятся к 6 главе, это уже 21 год. Это год 26-летия Онегина. Что касается Татьяны Лариной. Татьяна Ларина примерно 1803 года рождения. Эта дата устанавливается на основе писем Пушкина, в которых он называет Татьяну женщиной, влюбленной, более того, 18-летней. Это 18-летняя влюбленная женщина. В 1820 году, когда она впервые видит Онегина, это год Татьяниного 17-летия. Стало быть, в 1821 году, когда впоследствии они так расстаются из-за трагических событий, произошедших с Ленским, это год Татьяниного 18-летия. Что касается Ольги. Ольга младшая сестра Татьяны. Тем не менее, она уже сосватанная невеста. Она невеста Ленского. В старые времена, впрочем, как и сейчас, был, так сказать, возраст согласия. Он в 17 веке, даже в 18-м, был несколько низок. То есть, это могли быть и 15-летние девушки. Но в 19 веке девушки должны... Дворянской девушке, дворяночке. Ольга у нас поместная дворяночка. Дворянской девушке, барышне в 19 веке, чтобы стать сосватанной невестой, должно было быть уже хотя бы 16 лет. Стало быть, если между Татьяной и Ольгой разница в год или два, а они по годке, то Ольге, скорее всего, лет 16 в 1820 году. Сколько же лет Ленскому, жениху Ольге? Ленский – одногодка Татьяны. Он тоже 1803 года рождения. Стало быть, в год его встречи с Онегиным, Ленскому – 17. Он младше Онегина на 8 лет, как и Татьяна. В год своей гибели Ленский достигает 18-летия. Такова периодизация персонажей романа в стихах Пушкина Евгения Онегина. Не верьте тем, кто говорят, что Татьяне было 13, а в следующий раз ей будет 12, потом ей будет 11, потом Татьяна будет младенцем, может быть, младенцем скоро будет уже сам Пушкин. Это не так. Младенцем не был Пушкин, конечно, он когда-то был младенцем, например, в 1799 году. Но уж точно не Татьяна в 1820-м. Благодарю вас за внимание, буду рада общению с вами в комментариях на моем канале. Также посещайте канал Литер Морд в Телеграм и ВКонтакте. До новых встреч, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»